Здравствуйте, вы смотрите в прямом эфире Черноморскую телерадиокомпания. С вами Владислав Майструк, и моим собеседником сейчас будет Андрей Блинов, экономист. Здравствуйте. Здравствуйте. С 1 января 2016 года вступает в полную силу договор о зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом. В этот же день Россия уже это объявила, что начнется эмбарго для украинских продуктов. То есть мы ничего не сможем больше продавать в Россию. Вот что по этому поводу сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Крема також мы мали зустріч с европейским комиссаром с торговли. Это было несколько дней тому. Поэтому мы готовимся до того, что угода про зону свободной торговли не будет чинностей с 1 сечня наступного года. И ничего не станет. То есть это беззаперечно, что угода про зону свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом начнет работать. Мы также готовимся до того, что Россия ведет торговые и обмежеванные заходы против Украины. Украина провела свою оцинку вероятных втрат от введения торговельного эмбарго Российской Федерации. Принаймні на 2016 рік наша попередня оцинка, что Украина втратить близко 600 млн доларей экспорту до Российской Федерации. Нагадаю, что мы скоротили залежность Украины от российского рынка втрече. Если 3 года назад такая залежность была в середине 35%, то сегодня наша залежность 12,5%. Но при этом я прошу первого заступника министра закордонных справ Украины и торговельного представника Украины после нашей встречи с комиссаром с питанием торговли. Первый – мать общую оцинку втрат Украины от незаконного введения Российской Федерации торговельного эмбарго. И второе – мать общий план щодо подолания негативных последствий в последствии российской экономической агрессии против Украины. И мы надеемся на общую позицию Европейского Союза и Украины в этом вопросе, так как после 1 сентября Украина и Европейский Союз будут находиться в одной торговельной зоне. Ну вот, я не очень понимаю, то есть премьер-министр выражал некий оптимизм? То есть, ну, не так страшен эмбарго со стороны России или нет? Премьер-министр сдавал поручения и констатировал некоторые факты, которые всем широко известны. Это все, что можно сказать по поводу данного выступления. Ну а вы, как вы считаете? Смотрите, во-первых, сейчас конец ноября, и, казалось бы, сколько там осталось до Нового года, это 1 января. Тем не менее, изменения идут фундаментальные. Да, это связано с операцией Российской Федерации в Сирии, да, это связано с резким изменением вообще всех возможных режимов отношений с Анкарой, то есть с Турецкой Республикой. Мы видим о том, что Россия не только уже собирается прекращать туда полеты своей авиации и, в частности, поставки туристов на отдых, но и пошел разговор о введении уже визового режима, пошел разговор о том, что находятся какие-то неблагоприятные бактерии в турецких товарах, и вообще, что Россия будет сворачивать торговлю с Турецкой Республикой, например, за исключением энергоносителей. Что может произойти до первого числа, до первого января, много чего. Поэтому я бы был очень осторожен в оценках, потому что даже с точки зрения того, что произойдет в Украине, мы должны понимать, в Украине может просто поменяться правительство. Да, делает все сегодня коалиция и вот именно руководство коалиции, скажем, та часть, которая коалиция, которая при власти. Это и Гройсман, и Порошенко, и сам же Яценюк, чтобы этого не произошло, но может так сложиться, что не будет проходить ни бюджет, ни налоговый кодекс, плюс МВФ, и те же американцы будут понять, что вы, наверное, что-то меняете, потому что недоговороспособное получается правительство в том плане, что не может провести никакие реформы через парламент, никакие решения. Поэтому в этом плане, конечно, возможны многие изменения, и возможно, что тон России будет несколько другим. Потому что вслед за того, как президент Путин и премьер Медведев говорили о том, что однозначно будут вводить какие-то санкции против Украины, то есть просто ее включат в список стран. В ответ на наши санкции. То есть у них есть контрсанции против Евросоюза, а если Украина в зоне свободной торговли съест, значит и против нее тоже контрсанции. Они еще говорили, что поскольку Украина присоединилась к санкциям против России, ну то, что есть, вот вам алаверды. Ну алаверды, да, но это именно с вступлением в зону свободной торговли, в силу. Правда, тут же была оговорка буквально через несколько часов от премьера Медведева о том, что, дескать, это еще не окончательное решение и все еще возможно. То есть понятно, что возможно принятие каких-то любых форм. Россия при всем при этом, она может быть принципиальна в некоторых вопросах, но достаточно может быть гибко в отдельных решениях, особенно если это необходимо для каких-то ее решений о глобальных задачах. Потому что давайте не забывать, что Москва сегодня пытается решать задачи как минимум по всему евразийскому континенту, а тот же Ближний Восток и так далее. То есть уже давно Российская Федерация как бы сейчас не столько решает свои интересы на постсоветском пространстве, она в какой-то мере сейчас локтями или лапами борется за изменение своего политического веса на глобальной арене, пытаясь в первую очередь состязаться с США. Вот, это, по-моему, очевидно. И здесь у Украины возможен как шанс что-то на этом проиграть, как и что-то на этом выиграть. Поэтому, безусловно, нужно готовиться к тому, о чем вы сказали, и то, о чем говорит, собственно, премьер. Да, не будет поставок продукции, но и не будет. Теперь смотрите об объемах. Арсений Яценюк когда-то сказал, что наши потери составят 600 миллионов долларов. Помните эту цифру. Ну, как он ее получил? У нас за первое полугодие экспорт продовольственных товаров в Россию где-то 300 миллионов с небольшим. Он экстраполировал, посчитал, что 600. Но еще несколько лет назад, а именно в 2013 году, мы туда поставляли продовольственных товаров на 2,1 миллиарда. То есть в три раза больше. Поэтому, если говорить о потерях, то глобальные наши потери российского рынка все-таки превышают 2 миллиарда долларов. Давайте эту цифру себе зарубим на носу. Но это же не все. У нас происходит дальнейшая эскалация конфликта, которую пока не пояснил нам торговый представитель Наталья Микольская. Это зам руководителя МЭРТ. И она, собственно, вот как раз с премьером отправится в Брюссель, будет вести там какие-то дискуссии. Но МЭРТ, а именно комиссия по международной торговле, вводит сейчас антидемпинговые санкции против белорусских товаров. А это другой член таможенного союза. Видите, вот у вас на карте он таким беленьким пятном расположен вот в этом нашем треугольнике ЕС «Украина-Россия». Ну, вроде как страна не очень большая, да, но тем не менее это миллиард долларов нашего экспорта даже сейчас, вот в условиях всех наших неприятностей на востоке европейского континента. Практически по всей номенклатуре товаров вводится пошлина. Насколько мы понимаем, Минск собирается вводить с 1 января, считать, что товары, поступающие из Украины, будут приравниваться по просьбе Российской Федерации настойчивой, как товары из дальнего зарубежья. То есть санкций нету, но пошлины и некоторые вещи необходимо будет платить. И я так понимаю, что решение Межведомственной комиссии, оно, кстати, вступает в силу немного погодя, то есть только 20 января вступит в силу. Вот оно в какой-то мере и будет таким решением, вот из серии, если вы против нас что-то введете, значит, с 20 января белорусы получат 39% пошлины практически на всю номенклатуру своих товаров. Нет, значит нет. Идет сложная игра, и она сейчас идет по целому ряду стран, особенно те, кто вовлекается в конфликт. Стремительно разрушается система всемирной торговой организации, вот принципов свободной торговли, которые доминировали в мире последние много лет, наверное, с 94-го года, когда ГАД превратилось в ВТО, правильно. Вот глобализация и так далее. Все, сейчас пошли лагеря, пошли интересы, мы видим, что у Турции противоречие со всеми практически соседями, у Российской Федерации противоречие практически со всеми соседями, включая Беларусь и Казахстан. В США тоже против Китая объединяются с Ипонией. В Евросоюзе мы видим, что противоречие, и все пытаются со всеми играть. Идет очень сложный концерт. Да, то есть, конечно, вот украинские медиа очень часто это все пойдет очень плоско. Да, мы и мир против, допустим, Москвы. Но ситуация немножко более сложная. Вот, и, конечно же, здесь интерес Украины очень внимательно, буквально, знаете, как вот энергетический штаб работает, то же самое должен работать торговый штаб в режиме горячей какой-то линии. Так, кто там, с кем сейчас, у кого напряженные отношения? Что? Россия уходит с турецкого рынка. Сколько Россия продавала нас в Турцию? 20 миллиардов долларов. Слушайте, а мы не можем туда хотя бы, допустим, на миллиард поставить нашей продукции? Неважно, кетчупов, сыров, чего-то угодно, да? Да, потому что, например, та же Россия, например, резко обнаружила, что иранский сыр очень подходит для российского рынка. Это свежайшее решение вот от конца... Да, от конца ноября, вот, решение буквально сегодняшнее, Россия сказала, что вот и для Ирана мы откроем поставки сыра. Вместо кого? Ну, уже европейский запрещен, сейчас вместо украинского сыра. Иранский пармезан, это надо будет попробовать как-то. Ну, почему иранский российский сыр, почему нет? Ну, да, может... Вот, поэтому идет очень большое движение. И я не говорю о том, что... То есть мы сейчас должны смотреть не просто вот Евросоюз, Россия и так далее. То есть мы сейчас должны смотреть на любые возникающие точки напряжения, да? Нужны поставки в Турцию? Давайте. Нужны поставки, извините, в ту же Сирию или в Ирак? Давайте пытаться. Нужны ли поставки еще куда-то? Да, это нужно делать. Самое интересное, что у нас провалили в 2015 году Министерство экономики в целом внешнюю торговлю. Не произошло самое главное. Это огромный удар по вообще идеологии евроинтеграции. То есть, казалось бы, да, все прекрасно понимали, не было никаких иллюзий. У самых даже еврооптимистов было понимание. Конечно же, рынок бывшего Союза, мы его не компенсируем, тем более одномоментно Евросоюзом. Но, как в прошлом году, то есть в 2014 году, хотя бы чуть-чуть прирастим какие-то поставки. В прошлом году в 2014 это было 7%. Ну хорошо, немытьем, там, катанем постепенно и так далее. И в этом году, извините, холодный ушат на голову. Минус 35% по итогам первого полугодия, сейчас вот по итогам 9 месяцев минус 30%. У нас сжимается торговля с Евросоюзом на 30%. Я попрошу поменять графику, поставить вот фотографию топ. Это, в принципе, вот 5 топ-продуктов, которые Украина экспортирует в Европу и Российскую Федерацию. Я понимаю, что по всему миру наверняка то же самое, да. Ну, то есть металл на первом месте, да. Руда, потом там масло, там зерно, мед, ну вот и все меньше. Это первое полугодие, наверное. Да, да, да. Сюда по цифрам Россия 3-14, Европа, это, видимо, Е-10-9. Но вот вы говорите, минус 35%. Это валюта, которую мы получили или это количество продукции? Да, это не вес. А, ну это потому, что, может быть, цена на металл упала? Правильно, вы правильно говорите. Есть раскладка и физические объемы, и стоимостные объемы экспорта. А как физические? Физические падения минус 5%. А, все равно падение. Стоимостные, да, под 20%, то есть основу, конечно, дают стоимость. Ну, потому что, извините, когда падает нефть, падают и руды, и металлы, это все понятно. Да, и сейчас не очень дорогие зерновые, и тот же подсолнечник и так далее. Да, это все верно. Но идет сокращение, нет замены. Знаете, куда растем? Растем. Бурунди, Мадагаскар, Руанда. Ну, это же хорошо, Китай там инвестирует. Нет, подождите, Южный Судан, это беднейшие страны. Они могут купить. А что мы туда экспортируем? Продукты питания, в основном. А, продукты. Что они могут купить? У них есть тоже богатые люди, или люди, ну, в достатке их немного. Они покупают, покупали на 5 миллионов долларов, сейчас покупают на 20. То есть мы прирастаем на несколько миллионов долларов там, а это беднейшие страны мира. То есть с ними у нас сейчас получается развивать торговлю. Ну, просто потому что после нашей девальвации наши продукты оказываются там сравнительно недорогими для их, ну, скажем, зажиточных людей. Да, я не думаю, что там покупает все население сложновато им, бедное, очень странное. Просто почему я спросил про Африку? Вот мы знаем, что Китай инвестирует огромные суммы денег на освоение африканского рынка, да? Европейцы, американцы тоже начинают двигаться в этом направлении. Вот мы тоже, как вы сами сказали, вот туда пытаемся. Ну, просто с чем? Те идут туда с технологиями, да? Нет, вы поймите, есть разные вещи. В такую страну, как Анголу или Намибию, да, или в некоторые другие китайцы. Нигерию. Да, ну, Нигерия, там, нефть уже давно. Но они приходят в первую очередь, знаете, как в такие сырьевые, я не хочу сказать, колонии, современные колонии, да? То есть они в первую очередь помогают разрабатывать сырье. Это то, что нужно и нам. То есть, грубо говоря, вот то, что хотели от компании Shell или от других компаний. Вы нам пробурите, пожалуйста, больше, чем на 5 километров сланцевый газ. Потому что мы хотим быть, вот приблизительно то же самое, хоть это там. Только там не только газ и нефть, там может быть и бокситы, и руды, и, в общем... А у нас нечего предложить, значит, этим странам? Вся линия. Ну, мы в первую очередь что? Ну, мы житница, да? Ну, и если у Европы сейчас есть большая проблема... Кстати, в чем же проблема Европы? Вот подумайте. Россия ввела в прошлом году контрсанкции. Да. Ну, мы много рассказывали о норвежской рыбе, там, и многом другом. Но, в принципе, не поступают многие товары. А ведь мы знаем, что в России доля многих товаров, не своих, а именно импорта, превышала 50% даже по продовольственным товарам. Это мясо, например, это некоторые виды масла, вот, даже по молоку в некоторых регионах. Там тот же московский регион, огромная зависимость от импорта. Московский потребитель привык к импорту более богатому, он немножко оторвался от среднерусской полосы. Вот. И тут вводится запрет на это все. Это все, это были миллиарды долларов. Это все где сейчас осталось, в смысле товар. Он остается в Европе. И он давит на внутренний рынок. И лоббисты говорят, слушайте, мы, конечно, будем учитывать эту ситуацию, но вы уж, уважаемое наше родное правительство, уж делайте возможность, чтобы мы свое масло продавали в нашем рынке. Значит, украинскому маслу туда, ну, скажем, не то чтобы доступа нет, но возможности резко сжимаются. По любым поводам и так далее. Это просто очевидный и объективный процесс, потому что, вот то, что я говорю, сейчас идет волна протекционизма в мире. С этой волной, конечно, нельзя переборщить. Украина не может быть здесь застрельщиком ее, но она должна оставаться, скажем, очень такой стороной внимательной, которая следует тенденциям. И если есть прецеденты и кому-то можно, то нужно пытаться со своим товаром что-то активно предлагать. Вот, потому что, как бы мы ни крутили, все возможности для наших инвестиций, это в первую очередь экспорт. Ну, нет, куда нам взять, иначе капитал. Потому что, по большому счету, мы вот научились брать кредиты давно уже, а капитал, как правило, мы зарабатывали в основном на экспортных операциях. Когда-то на разнице цен, сейчас, слава богу, на том, что мы много, умеем чего производить для мирового рынка. Ну, вот я не знаю, вот знаете ли вы, вот как изменится ли и когда изменится эта мировая конъюнктура относительно стоимости того же металла. Потому что, как всегда, когда в Украине был такой значительный рост экономики, это как раз-то был и рост стоимости металла. Он был связан как раз с бумом строительства и так далее. Вот стоит ли ожидать такого, или надо действительно полностью переориентировать экономику и забыть про металл как основной элемент дохода? Смотрите, металл как основной элемент дохода, к сожалению, Украина будет терять. То есть, если еще сегодня можно спорить, это еще номер один или уже сельская продукция, сельскохозяйственная, и можно ли всю сельхозпродукцию расценивать как целый такой комплекс, или все-таки нужно делить отдельно мясо, отдельно зерно, то здесь нужно понимать, что более современные технологии, более современные производства, модернизированные, энергосберегающие, они, в том числе в том же Китае, они просто вытесняют постепенно Украину на периферию. Да, Украине удается еще удерживаться в отдельные месяцы в топ-10 мировых производителей стали, но в целом, конечно же, уже перспектива, наверное, ближайших следующих 10 лет, и то, что Украина будет в 20-ке крупнейших, а не в 10-ке. Нас будет постепенно вытеснять, и металл это была возможность для многих бизнесменов осуществить то самое, это даже не первоначальное, наверное, все-таки вторичное уже накопление капитала. Первый миллион неизвестно как заработан. А миллиард уже. Да, а вот как заработан первый миллиард, уже более-менее понятно, да. А дальше, вы же помните, что происходило еще в мирное время, особенно в период после кризиса восьмого года, вот до тринадцатого года. Огромное количество наших богатых бизнесменов, мы только и слышали о том, что они что-то там завод вроде и развивают, но смотри, что он свиноферму себе купит, то он построит себе какую-нибудь... Дерсификация... Да, пошла дерсификация очень большая, и бизнес пошел именно связанный с тем, что, кстати, начали развивать в значительной мере все равно то, что связано с сельским хозяйством. Но не обязательно растениеводство, там доля мировых концернов высокая, а в первую очередь то же самое животноводство. Например, по свинине, по птице сделали огромный скачок вперед. Да, но Борис Колесников, у него свиноферма была большая. Не только Борис Колесников, все, и Сергей Тарута, и там про Коломойского не знаю, но не исключаю, что у него где-нибудь бизнес обнаружится, там просто не очень прозрачная корпорация. Ну, к сожалению, наше время стекло, еще много было к вам вопросов, но время тиран, к сожалению. Благодарю, Андрея Блинова, за эту беседу. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok